Приветствую вас! По сути, есть одна такая, она очень популярная, она часто встречающаяся задача ведение некого журнала событий, журнала того, что происходит в вашей системе, в вашем каком-то устройстве. Действительно так, вот создали устройство, хочется знать, как оно там живет, что с ним происходит и так далее. То есть нужен какой-то журнал событий. Вторая ситуация, это сейчас же коронавирус, пандемия, тоже надо как-то, допустим, создаем маленькое такое массипусенькое устройство, которое повесим на бабушку, и это устройство будет собирать какие-то сведения об этой бабушке, температуру, еще что-нибудь там, давление, ну мало ли там, и сохранять в себе в память. А мы хотим потом это проанализировать. То есть тоже своего рода журнал, тоже своего рода лог, и здесь как бы проблема заключается в чем? Я вот лично, я любитель флеш-памяти. И мне бы хотелось, конечно, все хранить во флеш, потому что, ну, во-первых, я там, допустим, e-prom, ну а что e-prom? Можно, конечно, поставить дополнительную микросхему, но это дополнительные несколько квадратных миллиметров на вашей печатной плате, плюс дополнительная строчка в бум-листе, плюс там ля-ля-ля-ля-ля, и все, все, что с этим связано. Окей, ладно, есть серия, если кто, кстати, не знает, у STMicroelectronics L1, там есть несколько микроконтроллеров, которые содержат e-prom, которые тоже можно пользоваться. Но, а в чем проблема использования флеш? Ну, во-первых, в том, что ее стирать можно сколько? Около 10 тысяч раз, и, конечно же, все боятся, что это, ну, изнасилуется. Ну, кстати, вот есть, есть на канале уже два ролика на эту тему. Первый, это там, где я показываю, как хранить конфигурацию во флеш-памяти. Ну, достаточно интересный он такой получился. Там все просто, потому что конфигурацию же мы с вами сохраняем, ну, не каждый день. То есть, поэтому вот есть такое. А второе, значит, это ролик, где я показываю, как в той же флеш-памяти можно организовать виртуальный диск, а потом через USB с ним работать. Но, опять-таки, мы же работаем с ним не круглосуточно, не там 200 раз в день. А вот лог хотелось бы вести достаточно часто. Поэтому, ну, вот, в сегодняшнем ролике я попытаюсь так. Один из самых, наверное, примитивных способов организации хранения какого-то лога, то есть, небольшого такого вот файла событий в флеш-памяти контроллера, я попытаюсь об этом рассказать. Ну, какие-то вот идеи. А уж как вот в конечном счете это реализуете вы на конечном микроконтроллере, ну, это, ну, вот, я просто излагаю идею. Так, а все-таки вот давайте проверим. Вот у нас в прочих есть E-Prom. Ага, ну, вот так. Да, вот я забыл. Я сказал про серию L1. На самом деле L0 и... Так, и давайте лиснем. Так, L0 и вот L1. Да, вот в этих сериях у нас есть E-Prom на борту. Да. И заканчивается вот 162-м микроконтроллером. Все больше, насколько я знаю, ни у кого E-Prom не было. Ну, вот можно их использовать. Ну, правда, здесь, кстати, достаточно неплохой объем. Слушайте, 16 килобайт. А у кого тут есть 16 килобайт? 16 килобайт у 152-го есть. Да, вот я, кстати, совсем об этом забыл, что да, есть и такой эффект. Ну, кому надо, смогут использовать. А я для своего эксперимента возьму вот такого вот монстра. Это H-Cortex-M7 ядро получается. И на нем, собственно, попробую свою идею, которая заключается в следующем. Вот у этого микроконтроллера есть два банка флэш-памяти, каждый из которых рассчитан на... Сколько? 500... А, на 1 мегабайт, да. Каждый банк это 1 мегабайт. И поделено это все на сектора. Каждый сектор имеет размер 128 килобайт. Значит, я вот так прикинул, для моих нужд 128 килобайт записать лог-файл вполне хватит. Но на самом деле он будет не совсем 128 килобайт. То есть, в моей идее я буду использовать два сектора. В каждом из секторов, ну, допустим, вот в секторе 2, я побью это из 128 килобайт на реальные записи. У меня получится около 4000 записей, ну, вот строчек в этом лог-файле. Строчек с какими-то данными, с какими-то, допустим, результатами измерений. То есть, я, соответственно, проделаю следующее. Я очищу сектор, то есть, очищу 128 килобайт. В результате очистки эта флэш-память, она будет забита значением FF. И потом, соответственно, я каждый раз буду проходиться по этой памяти, находить свободную, незаполненную ячейку этого, ну, можно так сказать, даже массива, и туда писать очередные данные. Когда у меня сектор закончится, я смогу очистить второй сектор и начать писать туда. Таким образом, у меня всегда будет чуть-чуть больше, чем сектор. И они будут вот так переключаться один, другой, один, другой. Ну, до конца, на самом деле, в этом видеоролике я этот алгоритм писать не буду. Я покажу просто основные шаги, основные решения вот этой штуки. Итак, значит, два любых сектора, мы будем с ними работать. Соответственно, сейчас разберёмся с тем, как очищать сектор и как в него производить запись. Тут, на самом деле, я хотел бы на секундочку отвлечься. Ну, не все, как бы, каждый день занимаются работой с флэш-памятью микроконтроллера. И надо вот заметить одну интересную штучку. В каждом конкретном семействе микроконтроллеров есть свои ограничения по тому, как мы работаем с флэш-памятью. Об этом надо просто помнить. Вот, что касается этого кортекса, то здесь, смотрите, операции чтения поддерживают различную длину. 64 бит, 32 и так далее. При этом программировать мы должны кусками по 256 бит. Вот это вот такое вот ограничение у нас. То есть, мы, в принципе, вот единый кусок программирования из вот этих 128 килобайт будет 256 бит. Нас это вполне устраивает. Мы должны, это единственное, что должны об этом помнить, чтобы мы не попытались записать меньше или больше. Ну, то есть, надо делать какие-то вот элементы, или так их назовём, записи, кратные 256 битам. Вот. На самом деле, об этом нам ещё напомнит библиотека HALF, в которой мы будем смотреть функцию. И, опять-таки, упрёмся в то, что есть такое ограничение у нас. Ну, на CuboMX можно, собственно, долго не останавливаться. Микроконтроллер выбранный. Да, многим он покажется странным, но, тем не менее, мне хотелось попробовать на Монстре. На демонстрационной плате есть один светодиодик. Вот он подключенный, будет что-нибудь индицировать. И есть две кнопочки пользовательские, которыми можно что-то запускать. Собственно, только это я и определил. Внешний кварцевый резонатор и два проводочка. Это отладочка включены. Больше здесь не на чем останавливаться. Генерируем код и пойдём посмотрим, как я, собственно, вот это, ну, простое действие, но всё-таки реализовал. В самом начале нашей программы всё-таки никуда не денешься. Чуть-чуть дефайнов. Базовый адрес флэш-памяти. Он взят, собственно, из библиотеки CMSIS. Ну, как угодно. Тут даже халом не пахнет. Кто у нас это автор всего? Да, это CMSIS. Итак, базовый адрес флэш-памяти отсюда. Конец флэш-памяти. Ну, как бы можно... Я, на самом деле, вот этот вот код скопировал из какого-то из ST-шного примера. На самом деле, его ценность для меня только в одном, что здесь есть адреса начала всех секторов, всех банков памяти. То есть, если мне вздумается тут сейчас поиграться, ну, вот адреса уже искать не надо. Так, скажем, небольшой справочник из дата-шита скопировали. Ну, и уже опираясь на выше приведенные Define, можно определить, собственно, в каком секторе, какого банка у нас будет начало нашей зоны, над которой я собираюсь тут поэкспериментировать в хранении записей. Ну, и где будет располагаться ее конец. Дальше, собственно, стоит определить... Вот у меня получилась такая структура, которая... Ну, это данные, которые я собираюсь хранить в своем логе. Тут будет номер записи, температура некоторого условного пациента, пульс, его содержание кислорода в крови. Ну, разумеется, мы же следим за нашим устройством, поэтому напряжение батареи, время, вот, секунды, минуты, часы. Ну, и, соответственно, дата, день, месяц, когда мы сделали эту запись. Теперь все-таки интересно, что у нас кратно должно быть 32 байтом. Соответственно, мне эту запись пришлось дополнить некими тупыми байтами, ни о чем. Их аж 8 штук. То есть, я могу еще расширить 8 байт, чего-нибудь сюда здесь сохранить. Можно какое-то текстовое поле, можно еще какие-то другие записи. Но вот у меня есть возможность сюда еще расширить. То есть, 8 байт у нас есть лишних. Ну, и чисто технический юнион, который объединяет, собственно, вот эту структуру, в которой мы храним наши данные. И удобное ее представление для того, чтобы мы могли эту структуру сохранять во флеш-память, вот, как UN64. Ну, и дело за малым, куда ж без этого. Нам нужна функция первая по очистке. Ну, вот здесь как раз-таки и выигрыш. В чем выигрыш? 4 тысячи записей я размещу в сектор. То есть, 4 тысячи записей будут одна за другой туда записаны. И только потом мне потребуется стирание. А мы как раз-таки именно на стирание реагируем. Поэтому, ну, получается такая достаточно ощутимая экономия. Но, тем не менее, здесь определяется номер сектора, мы определяем, который будет соответствовать тому или иному адресу. Соответственно, заполняем структуру очистки. Какой банк? Как мы стираем? В каком режиме? Ну, и вызываем флеш-ерейс. Собственно, если на самом деле перейти и посмотреть, что ей нужно отдать из параметров, ну, тут ничего такого сложного нет. Ну, и, соответственно, вторая часть – это программируем. То есть, мы будем выдавать некий адрес этой функции программирования, а она должна будет взять нашу структуру, ну, структуру нашей записи, вот в этот лог, и поместить ее, собственно. Ну, здесь, понятное дело, все упрощено. Тут бы проверочек поставить, окей или не окей. Но вот как проверка концепции идеи вполне подходит. Ну, и куда же без него? Наш мейн будет заключаться в следующем. Инициализируем хал, инициализируем все тактирование, порты ввода-вывода, разблокируем доступ к флэш, ее очищаем, то есть, очищаем наш сектор, а теперь создаем рекорд 1, то есть, первая запись в лог-файл, у нее номер 0, дата ля-ля-ля, заполнили и запрограммировали. Здесь можно, на самом деле, вот перед записью 2, можно ставить паузу любой длины, можно хоть, извините, хоть перезагрузиться. Значит, мы заполняем несколько другие данные и пишем, как вы видите, уже по смещению 32. На самом деле, то есть, это первая такая итерация, и проверка, работает это или нет, тут бы по-хорошему сделать, пробежаться и посмотреть, когда закончатся эти записи. И, соответственно, уже тогда присвоить какое-то смещение. Ну, в данном случае, вот, я прописал это ручками. Значит, опять-таки, программируем. После этого мы можем блокировать доступ к нашей флеше. Ну, и вот пустой цикл пусть крутится. Я тут думал лампочкой мигать, потом уже в конечном итоге все закомментировал. Вот тут один интересный момент, когда я сказал, что пробежаться и посмотреть, когда записи закончатся. Ну, действительно, вот если наше устройство перезагрузилось, если вот там на Ресет нажали, да что угодно. Как узнать, где закончился, да? То есть, логично идти с шагом там в 32, смотреть номер записи, и когда мы получим, прочитаем FF, значит, ну, в данном случае, она, кстати, она у нас достаточно длинная. Сколько тут? ЮН-32, то есть, не FF, а число несколько побольше. Когда мы увидим там написанное сплошное FF, мы считаем, что у нас все закончилось, и все, вот в это место можно и писать. Как? Как бежать вот по этой памяти? И вот, смотрите, интереснейшая вещь. Массив вот этих вот значений, длиною в 4096 элементов, что как раз и равняется 128 килобайт, мы как раз таки и помещаем вот по этому адресу. То есть, теперь мы можем обращаться, не на запись, теперь вот после вот такой вот интересной конструкции, мы можем обращаться к флеш-памяти, как к массиву, для того, чтобы просто пройтись в цикле по элементам этого массива и просмотреть, получить доступ ко всем записям лог-файла. То есть, допустим, если у вашей программы стоит, ну, задача, к примеру, выяснить, когда у пациента была наибольшая температура, то есть, вы просто идёте по этому массиву. Ну, вот такая неочевидная конструкция с атрибутами и вот эта инструкция линковщика. Ну, вот если кто не знал, опять-таки тоже можно почерпнуть вот такую интересную конструкцию. Ну, вот я не знаю, как она работает в КубАйДе, а вот в Кейле это вполне себе рабочий пример. Итак, я не стал долго затягивать время, я загнал это в отладчик. Как видите, программа запущена и сейчас болтается где-то вот здесь, вот в этом бесконечном цикле. А меня интересует следующее. Я хотел, собственно, главное показать, как отрабатывает вот этот массив. То есть, как вы видите, адрес в памяти, куда его линковщик направил здесь. И вот мы можем видеть, то есть, его элементы, там 4000 с лишним, нулевое, запись номер 0, всё как положено, и запись первая, вот она. Следующее мы должны, как вы помните, увидеть FF. Есть. Соответственно, номер ячейки у нас есть. Это число умножаем на 32, подставляем вот сюда, и мы можем писать следующее значение. Ну вот такой вот достаточно простой, примитивный пример реализации лог-файла и хранения вот таких массивов информации во флеш-памяти микроконтроллера. Соответственно, вы можете самостоятельно, если это вам необходимо, переделать к этому процедуру переключения с одного сектора на другой. все необходимые проверки, ну и если это нужно, там формирование любых отчетов. Вот просто как идея сдаю. Надеюсь, кому-нибудь пригодится. Огромнейшее вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, и всего вам доброго. До новых видеороликов. До свидания.